Приветствую вас! Безусловно, советовать вам развод мне кажется неправильным здесь, потому что видно, что у вас симпатия есть к вашему мужу, но этой симпатии, конечно, одной недостаточно. То есть, вам первое, что нужно понять, это то, что либо вы по итогам научитесь удовлетворять свои желания и потребности самостоятельно, без своего мужа, просто потому что он не может удовлетворить ваши потребности, либо вы все-таки придете к мысли, что вам нужно разводиться. Безусловно, рекомендации по поводу гармонизации отношений будут, и я постараюсь дать их по ходу прочтения вашего текста, который действительно очень подробно. Достаточно подробно. Значит, первое, что вы пишете, это то, что с твоей мужем вы познакомились с прошлым летом. То есть, по сути, вы меньше года женаты и больше года знакомы. Изначально у вас была цель, изначально у вас была цель создать семью. Вам хотелось создать семью. И страсти и влюбленности к вашему мужу у вас не было. Вы знаете, вот здесь прямо, надо хочется вас как бы спросить, вот вы спрашиваете внизу в конце своего письма, над чем мне работать. Вот, давайте подумаем так. Вам семья, которую вам хочется создать, она для чего нужна? Видите ли, если человек, и когда человек, хочет создать семью ради того, чтобы создать семью, он ожидает от семьи что-то получить. Ну, каждый ожидает чего-то своего. И вы определенно ожидали от семьи, вероятно, всего того, что вы перечисляете в своих претензиях к мужу. И, конечно же, очень важный момент заключается в том, что вы сравниваете себя с подругами. То есть, по сути дела, имеет место быть социальный аспект. И вот это, на мой взгляд, самое здесь скверное. Видите ли, вам семья нужна для того, чтобы уйти от одиночества. Вот вы говорите, признаюсь, в одиночестве мне было очень тяжело. Значит, мужчина и семья для вас это средство. Средство ухода от одиночества. И, естественно, что если вы относитесь к мужу как к средству, то он всегда будет чем-то вас раздражать. Зарбатый, сексом, чем-то еще, не важно. Важно, что он для вас не самоцель. И вот этот момент, момент неправильного восприятия вашего мужа изначально очень серьезный. Если вы, не разводясь со своим мужем, будете представлять себя в одиночестве. И будете отдавать себе отсчет в том, как вы будете жить в одиночестве. Как вы могли бы прожить без своего мужа. Возможно, ваша потребность в нем немножечко спадет. И вы сможете посмотреть на него куда более непринужденно, без контекста своих желаний. Потому что пока все то, что вы пишете, это по сути дела. Вот знаете, не сказать, чтобы претензии. Я, конечно, об этом поговорю. Не сказать, чтобы это претензии. Вот то, что у вас 1, 2 и так далее. Это, знаете как, это вот то, что было раньше, то, что было всегда. Потому что мужчина и зарабатывал так же до, значит, замужества. И сексе у вас, в принципе, все было так же, тоже до замужества. То есть все, в принципе, так и было. Но вам сейчас это стало более важно. Почему? Потому что вы не чувствуете, что у вас, ну, полноценная семья, наверное. Не чувствуя, что у вас полноценная семья, вы, конечно же, испытываете потребность. Это исправит. Но проблема заключается в том, что поскольку изначально семья вам была нужна для ваших целей, она вам должна была что-то дать. И здесь, я думаю, важен как социальный элемент, социальный аспект, так и аспект личностный. То есть вы не можете находиться в одиночестве. Для вас важно общественное мнение. И в то же время вы сами не обладаете достаточными средствами для того, чтобы позиционировать себя как независимую женщину в отношениях. То есть вам нужна семья. И, понимаете, в чем дело? Ваши потребности, то, что вам не нравится, это, по сути дела, попытка, попытка сведения семейных отношений к тому идеалу, который вы сами себе представляете. Почему? Потому что у вас изначально была цель создать семью. И если изначально у вас была цель создать семью, то есть и идеальный образ этой самой семьи, который вы пытаетесь воплотить через, опять-таки, своего мужа. И когда вы говорите, что я хочу машину, я хочу путешествовать, я хочу переехать из одной квартиры в другую, из однокомнатную в двухкомнатную, это все то, чего хотите вы. Но от чего хочет ваш муж? По-моему, он понимает, что работу найти сложно. По-моему, он понимает, что не все так просто. По-моему, он действительно верит в то, что его повысит. И с Эквеном то же самое. Понимает? Эту дочь вы хотите вы. Но чего хочет ваш мужчина? Как он видит вашу семью? Как он видит ваше будущее? Какой он видит вас? Что он хочет для вас? Ведь если он вас любит, он желает сделать вас счастливым. Ну, хорошо, повысите его, как вы говорите. Ну, как он вам говорит. Сколько мы будем получать тогда? Что, какая сумма для вас не маленькая? Попробуйте определить для себя этот критерий. Попробуйте определить для себя этот момент. И недостающую сумму подумайте, как заработать вам совместно. Ведь если у вас бюджет общий, то не важно, кто получает. Больше или меньше, не важно. Главное, чтобы в общем бюджете была та сумма, которая вас будет устраивать. Вот вы говорите, что я не хочу получать больше мужчины и содержать семью. Это стереотип. Это предубеждение, которое опять-таки связано с тем, как вы представляете себе семью. То есть, по вашему мнению, женщина не содержит семью. И так-то оно так может быть. Если это естественно сложилось в процессе взаимодействия между мужчиной и женщиной. Если женщина видит, что мужчина может содержать семью. Ну а коли случилось так, что вы видите, что ваш муж не может, или, по крайней мере, вам кажется, что этого недостаточно. То вот и стоит подумать, как вам сделать так, чтобы недостающая сумма была у вас в бюджете. И это нужно сделать вам. Потому что это нужно вам. Потому что вашего мужа все устраивает. То есть, необходимо точно... Необходимо разграничить то, что вы хотите для себя, и то, что вы, вообще-то говоря, можете вложить в семью. То, что вы хотите сделать для семьи. Потому что, вы говорите, я хочу создать семью. Но при этом вы говорите про семью в контексте только лишь себя. Что вы хотите путешествовать, что вы хотите квартиру, что вы хотите машину. Но семья это не так. У семьи есть общие цели, общие желания. И если ваш муж ваше желание не разделяет, то вам нужно искать компромиссы. То есть, разговаривать. Говорить вот, например, вы хотите ипотеку. Говорите мужчине своему. Дорогой, как нужно для того, чтобы переехать, например, в другую квартиру? Что для этого нужно? Для этого нужна ипотека. Хорошо. Что нужно для того, чтобы взять ипотеку? Какая это сумма денег? Какой это доход? Хорошо. Что нужно для того, чтобы этот доход получать? И вот так, так, так вы распределяете свои роли. Если вам понадобится драматик больше, чем ваш муж, то я не вижу препятствий для того, чтобы это делать. Ведь это же то, чего хотите вы. А у вашего мужа у него стоят стратегии. У него своя модель поведения. И он имеет полное право не искать другую работу, а работать там, где он работает сейчас. Просто потому, что он работал там до вас. И вас и устраивал. А сейчас вас это не устраивает. И мужчина понимает, что вы хотите от него больше. Вы требуете от него больше, а это не есть правильно. Это не есть хорошо именно для семьи. Требовать чего-то только для себя. В общем семейном контексте. Далее. Далее. Вы пишите о том, что если вы идете в декрет, если вы забеременеете, то вы будете бедствовать. Зачем, например, вам беременеть сейчас? Если вы со своим мужем хотите быть вместе, если вы со своим мужем не собираетесь разводиться, так может быть имеет смысл не спешить пока с ребенком, вам только 27 лет. Ребенка вы можете родить и через два, и через три, и через четыре года, когда у вас появится некая более прочная финансовая основа. Может быть вы заработаете, например, денег на еще одну однокомнатную квартиру, которую вы можете купить и потом ее сдавать, например. Или может быть что-то еще сделаете, может быть имеет смысл подумать над бизнесом своим, если так. То есть тут и тоже важный момент, почему ваш муж не хочет рисковать. Вот он говорит, я не хочу рисковать. Хорошо, это его право, может быть он прав по-своему. А давайте подумаем, чем продиктовано его нежелание рисковать. И если мы поймем причины, по которым он не хочет рисковать, если вы их для себя поймете, то может быть вы сможете так представить ситуацию своему мужу, что он поймет, что то, что вы предлагаете, не является риском. Например, вы можете предложить ему, помимо работы, которой он занимается сейчас, развивать хобби. Хобби – это то, что в перспективе, потенциально, может принести вам доход. И вам, и вашему мужу. И кроме того, это то, что может вас сблизить, если этим хобби вы будете заниматься вместе. Это хороший засылок. Это прекрасное проведение времени. И это потенциально новый доход, если вы определите для себя хобби. И так, и так, еще раз. В контексте первого аспекта – это обязательно прислушиваться к себе. И к себе, и к мужу. К мужу прислушиваться, по словам, обязательно. Потому что то, что вы пишете по поводу первого аспекта – это я. Вот здесь просто я, я, я. А где ваш муж в этом? Где его желание? Где его стремление? Где его видение будущего? Где его отношение к ребенку? Непонятно. Дальше. Еще раз хотел бы напомнить, что вам обязательно на глобальном уровне подумать о том, для чего вам семья. И снизить ее отношения лично для себя. Так у вас будет меньше требований к семье, а значит меньше требований к мужу. Потому что складывается у меня впечатление, что чересчур вы требовательны к нему. Далее, вы пишете про секс. Про секс можно сказать только то, что у вас нет доверия. То есть вы здесь рассказываете про своего предыдущего мужчину, с которым у вас была влюбленность и с которым вы расстались. Но при этом вы здесь достаточно мало описываете, что же ваш муж не так делает. В постели, например, что вас совершенно не возбуждает. То есть вы говорите, что не испытываете оргазма вообще никогда. Но если это связано с тем, что вы никогда не говорили своему мужчине, ну вот здесь тоже не очень понятно, если вы с тем мужчиной, с которым вы были до встречи со своим мужем, вы постоянно возбуждались, как вы говорите, и у вас была уже активная половая жизнь. То когда это не очень меняется с тем, что вы пищи никогда в жизни не испытывали оргазма, так вы возбуждались от того мужчину? Вы получали удовольствие от жизни с ним или все равно нет, несмотря на возбуждение? Возможно, стоит какой-то психологический блок на именно удовольствие от секса. Возможно, есть какая-то психологическая травма, которая мешает вам расслабиться и получить удовольствие. Если так, то с этим можно поработать. Возможно, желательно даже с сексологом. То есть, если дело касается секса, то это к сексологу. Но, тем не менее, обязательное условие – это разговор с мужем в постели. То есть, говорите, чего вам хотелось бы. Спрашивайте, чего хотел бы он. И старайтесь прислушиваться к желаниям друг к другу. И старайтесь пробовать разные условия. Ищите. Ищите. Исследуйте свое тело и тело мужа. Дайте мужа исследовать ваше тело. Поиск особых точек, которые помогли бы вам возбудиться. И не бойтесь исследовать тело собственного мужа. И тогда, заново открывая себя, вы и вы однажды научитесь получать удовольствие от интимной жизни. Возможно, информация в интернете об этом вам могла бы помочь лучше. Но общее направление именно это. Именно такое. Далее вы пишите про то, что он вас раздражает. И, понимаете, опять-таки, вот когда вы говорите про раздражение, вы как бы снова доказываете нам, показываете нам, что у вас претензии к мужу в том, каким он был всегда. Просто сейчас вас это волнует больше из-за того, что вы на семью возлагаете большие ожидания. И это очень плохо. Если ваш муж всегда вел себя так, то очевидно, что проблема в вас. И либо вы понимаете, почему он вас раздражает из-за несоответствия вашему образу. А для чего вам образ? Какова мотивация его нахождения в вашем сознании? Это получение чего-то для себя. Соответственно, если вы получите что-то для себя, у раздражения не будет мотива на преобладание в вашем сознании. И, соответственно, это вам нужно сделать. Перенаправить требования мужа на себя. Далее. Вы говорите, что нет желания 20 раз в день ему звонить. Но сразу это ощущение, что вы, знаете как, вы хотите от ваших отношений того, что в принципе не вам стоит. Понятно, что вам не хочется ему звонить часто, ведь вы друг друг, вы его не любите. Да, он вас любит, вы его нет. Откуда возьмется это желание? Если вы вышли за него замуж своего рода по расчету, своего рода по, ну как бы, по рациональным представлениям, то понятно, что у вас все будет спокойно. Потому что какие-то вещи вас просто не раздражают. Именно поэтому вы не ссоритесь. А ссориться иногда полезно. Полезно для того, чтобы, во-первых, обозначать проблему, чтобы проявлять эмоции в конце концов. Но у вас этого нет. Потому что изначально не было у вас к нему чувств. И я еще раз повторю, что если последнее вы можете обратить к себе во благо, то первое, то есть это то, что вы не хотите звонить ему часто. Это вам необходимо просто принять. Такой тип ваших отношений. Хотите других, необходимо искать другого мужчину, в которого бы вы влюбились. Но если вы говорите, что вы не хотите этого, то на самом деле придется принимать данные отношения и искать в них положительный смысл. Искать в них положительный и принимать мужа таким, какой он есть. Еще раз, ваше изображение, это неудовлетворенности от несоответствия тому, чего вы хотели получить от семьи и тому, что она реально дает. И правда заключается в том, что семья вообще ничего не обязана вас давать. Обычно семью вкладывают. И в этом ваша главная ошибка. То, что вы через семью хотели получить что-то для себя. А это неправильно. Далее вы пишите, что подруги вышли замуж за любви. Просто хорошее к себе отношение и говорят, что безумно счастливы. Но у них был расчет, их мужья хорошо обеспечивали. Вы равняетесь на них. Вы хотите быть такими же, как они. Вы считаете своих подруг эталоном. Почему вы сравниваете себя с ними? Зачем вы себя сравниваете с ними? У них свой путь у вас свой. У них своя жизнь у вас своя. То, что они говорят вам, это лежит на поверхности. Они показывают вам то, что хотят показать. Но вы не знаете всей картины. А вся картина это то, что надевает, ну как бы, счастье айсберга под водой. То есть, то, что говорят подруге. Это вершина, а все со мной сокрыто. Вы этого не знаете. Но вы сравниваете свою картину полную с вершиной айсберга того, что видите у подруги. И это, как вы понимаете, заблуждение. Далее. Вы требовательны к себе и к другим. Это не эгоизм, как вам говорят. Это скорее эгоцентризм. То есть, свои собственные цандарты вы проецируете на других людей, а это неправильно. Если что-то справедливо для вас, несправедливо для другого человека. И у другого человека, может быть, совершенно по-другому все организовано, нежели чем у вас. Это также нужно понимать. Поэтому, постарайтесь ограничивать то, что справедливо и приемлемо для вас. И то, что справедливо и приемлемо для человека. А также то, что он может сделать по направлению к вам, но без ущерба для себя. Без вреда для себя. То есть, нельзя требовать от других того, чего они не могут сделать без вреда себе. Далее. Как успокоиться и наслаждаться жизнью? Пожалуй, успокоиться и наслаждаться жизнью можно только в том случае, если вы научитесь отграничивать, если вы будете отграничивать свои желания от желаний проецирования на других. То есть, когда вы свои собственные желания будете сами удовлетворять. Также успокойтесь вы, когда, знаете, у вас есть вот убеждения определенные, идеализирующие семейные отношения. Вот когда эти убеждения, а точнее предубеждения вы уберете, то, что вы для себя хотите, это нормально, это естественно. И для этого все средства хороши, которые не вредят вам и вашему мульту. Поэтому убеждение, когда вы говорите, что я не хочу получать больше, это очень напоминает так. Я хочу чего-то, но не могу этого получить, потому что мне нравится находиться в положении, при котором у меня чего-то нет. Я могу жаловаться, я могу жалеть себя. Я не говорю, что вы жалеете себя, но то положение, которое вы сейчас заняли, именно в контексте дохода, очень смахивает на такое, знаете, пассивное выгодное. То есть, вас вроде бы не устраивает, но вас устраивает то, какое у вас положение. Вам оно нравится. И это очень плохо. Тогда, соответственно, чтобы от него выйти, нужно понять, что оно вам дает и для чего вы в нем. Значит, вы спрашиваете про счастливую семью. Счастливая семья – это корреляция, соединение двух представлений о счастье. Представление вашей и представление вашего мужа. Без этого счастливую семью сделать не получится. Далее. Как сделать счастливым мужа? Подволите ему быть с вами мужчиной. То есть, подумайте, что мужчина делает мужчиной, что именно вашего мужа заставляет чувствовать себя мужчиной рядом с женщиной. И дайте ему это. А также получите представление о том, что для вашего мужа счастье. Правда заключается в том, и некоторый даже парадокс заключается в том, что вы спрашиваете, как сделать счастливым мужа, но при этом про самого мужа, про то, чего он хочет, вы не говорите. Вы не пишете, чего он хочет, вы пишете, только то, чего вы хотите вы. И этот вопрос, видимо, требует детальной проработки. Ну, в принципе, наверное, все вам я сказал, на все вопросы ответил. Допускаю, что что-то из сказанного вам неприятно. Ну, уж простите, как говорится, как есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Мы желаем вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...